Чёрные дыры В 1784 году английский священник Джон Митчелл написал британскую академию наук письма, гласящее то, что, по его мнению, должны существовать такие массивные звёзды, которые притягивают к гравитации частички света, и, соответственно, они не будут видны. Напомню, что в те времена господствовала теория, так называемая корпускулярная теория света, которая гласит, что весь свет состоит из мельчайших частичек, и, соответственно, из-за большой массы этих предполагаемых чёрных звёзд эти частички не могут вырваться обратно, и никто их не увидит. В 1796 году великий французский физико-математик Персимон Лаплас включил эту идею в свой фундаментальный труд описания системы мира, но в последующем издании он её почему-то исключил. Видимо, его смущал сам факт наличия таких объектов. Ну, а сам термин «чёрная дыра» придумал тоже крупный учёный и популяризатор науки Джон Уиллер. Он также в 1667 году читал лекцию, научно-популярную, она называлась «Вселенная известная-неизвестная», и рассказывал о так называемых коллапсарах. Лигиена гласит, что когда он рассказывал об них в свойствах, один впечатлительный слушатель выкрикнул «Ой, да это же чёрная дыра!». Уиллеру понравился термин, и он в дальнейшем начал распространить, что и привело к всеобщему употреблению. Термин «чёрная дыра». Теперь хочется сказать о состоянии физики на конец 19-го, начало 20-го века и о той революции, которую в ней грянуло. Просто без этого невозможно будет адекватно разговаривать о свойствах чёрной дыры. В 1900 году на великий тоже английский физик Уильям Томпсон, Лорд Кельвин, он же на своей известной лекции «Тучи 19-го века на динамической теории теплоте света» рассказал, что, собственно, физика почти уже закончена, почти всё построено, но лишь есть две небольшие тучки, два небольших облачка, которые мешают полной гармоничной картине. И из этих облачек впоследствии родились две величайшие физические теории времён и народов. Теория относительности и квантовая механика, об их важности и об их трудностях взаимодействия мы поговорим с вами в дальнейшем. Вернёмся к одной из тучек, а именно, на тот момент существовала механика, которая описывала всякие рычаги, блоки движения тел с малыми скоростями и вращения планет вокруг Солнца. И существовал электромагнетизм, который описывал с уравнениями Максвелла. Они описывали все электрические магнитные связанные с ними явления, начинало от наэлектролизованных кусочков янтаря и заканчивая огромными генераторами электрического тока. Всё прекрасно работало, но вот беда, они не хотели стыковаться друг с другом. Эту проблему нужно было как-то решать. Началось с того, что Хенрик Лоренц написал преобразования знаменитые, формулы, которые позволяют связать механику и электродинамику. Ему вторил по МКР, но основная заслуга считается принадлежащей Эйнштейну. Хотя формулы уже были написаны фактически до него, заслуга Эйнштейна заключается в том, что он смог придать красивый физический смысл всем этим математическим символам. Вообще, в чём заключается миссия физиков? Математики могут рисовать большое количество красивых и очень формул, а физики должны отделить, так скажем, условно полезные от условно бесполезных формул и объяснить, как эти математические соотношения применимы в нашем окружающем мире. Говоря образно, физики вдыхают огонь в математические уравнения. Трудами этих ведающихся людей возникла специальная теория относительности. Расскажу о ней немного. Главным и самым неожиданным фактом специальной теории относительности является то, что пространство и время соединены вместе в некий континиум. И это всячески не соотносится с нашими представлениями об окружающем мире. Действительно. Если мы, скажем, возьму два секундомера, синхронизирую их, то есть сделаю так, чтобы в один и тот же момент времени показания стрелки были одинаковыми, и, скажем, уберу один секундомер в другой конец комнаты, то очевидно, что показания секундомеров будут совпадать. И даже если я заставлю второй секундомер очень быстро двигаться, показания все равно будут совпадать. Таков наш повседневный опыт. Так мы мыслили на протяжении тысячелетий. Но специальная теория относительности утверждает, что это, в общем-то, неверно. Двигающиеся часы замедляют свой ход, и чем быстрее они движутся, тем медленнее они идут. Что самое удивительное, это все проверено экспериментально. Очень точные атомные часы засунули в военные самолеты, они достаточно быстро летели, и действительно было зафиксировано замедление времени по сравнению с идентичными часами. Вторым интересным фактом является сокращение длины. А именно, если я возьму, скажем, эту указку, запущу ее с очень большой скоростью, она начнет сокращаться. Ну и я рискнул и вставил в научно-популярную лекцию одну формулу. Будьте мнение, что любая формула на таких вот публичных мероприятиях отпугивает число потенциальных зрителей в два раза, но я все-таки надеюсь, что от меня не отвернутся половина слушателей, а просто посмотрят на эту замечательную формулу, и, наверное, самую известную, Е равно НЦ квадрат. Она гласит о том, что масса и энергия, в общем-то, эквивалентны. Это тоже немного дико звучит, но нам это понадобится в дальнейшем. Теперь перейдем к гораздо более интересной и вкусной теории, это общая теория относительности. Что же она гласит? Если мы рассмотрим пространство-время, а я напоминаю, что они связаны с специальной теорией относительности, то она является так называемым плоским. Представьте себе обычную сетку, где есть длина, ширина, высота, еще есть ось времени, и все это плоско и неизменно. Общая теория относительности утверждает, что если мы возьмем очень большую массу, то вот эта сетка начинает деформироваться. Здесь хороша аналогия с батутом. Представьте себе огромный резиновый лист или резиновый батут. В отсутствии тяжелых масс он плоский. Если мы положим какой-либо тяжелый шарик, он начинает искривляться. А если мы запустим второй шарик по этому искривленному батуту, то он начнет крутиться по кругу вокруг тяжелого шарика, будто бы планеты вокруг Солнца. Эта аналогия еще нам понадобится. Ну вот здесь показано в трехмерном случае. Вот у нас Земля искривляет, или какая-то тяжелая звезда искривляет пространство-время. Вот маленький шарик, который вращается вокруг большого шара. А вот это в трехмерном случае. Если говорить совсем просто на русском языке, то масса говорит пространству, как ему искривляться, а кривизна пространства говорит массе, как она должна двигаться. Теперь вернемся непосредственно к черным дырам. Первое решение и самое простое решение уравнения Штейна, безумно сложно, кстати, придумал немецкий ученый-астроном Карл Шваршильд. Судьба этого человека достаточно трагична. Он был астрономом, он директором крупной обсерватории, физиком, и он ушел добровольцем на русско-немецкий фронт Первой мировой войны. И уже будучи смертельно больным от пузырчатки в лагере, он случайно, ему каким-то чудом попалась статья Эйнштейна. И он, несмотря на болезнь, поглощающую все его силы, начал усиленно на ней работать. И он смог отправить Эйнштейну в письме две статьи, в которых и излагалось вот это вот решение. Эйнштейн отправил эти письма уже в физический журнал, но, к сожалению, сам Шваршильд не дожил до их публикации, не дожил до своего научного признания. Он умер в середине 16-го года. Что же такое нарешал Шваршильд? Он рассмотрел самый простой случай, а физики вообще любят рассматривать сначала очень простые случаи, потом усложнять, 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 так приходить к более-менее адекватной картине. Он рассмотрел обычный круглосферический шар. То есть в нем нет никаких особенностей, тупо круглый шар, и вокруг него находится пространство-время. Если говорить вот так наглядно, то этот шар искривляет, как я уже показывал пространство-время вокруг себя, и если вдалеке все тела будут двигаться более-менее нормально, то вблизи этого шара мы будем видеть ясное искривление орбиты. Вот как следствием этого искривления, в том числе и является движение планет вокруг Солнца. А если мы возьмем очень тяжелый шар, то ткань пространства-времени будет порвана. Вот тут образуется так называемая сингулярность. Что это такое, я скажу подробно в дальнейшем, но вы можете рассматривать это как своеобразную дырку в пространстве-времени. А вот этот вот кружочек, так называемый горизонт событий, это как раз то есть точка невозврата. Если что-то упало в горизонт событий, то оно же никогда не вернется обратно. Хорошая аналогия с водоворотом. Представьте себе очень большой океан, кто-то в земной коре пробил дырку, там образовался водоворот, и вот эта красная граница, это граница того, что ни один, даже самый быстрый гребец, не сможет вырваться из этого потока, будет засосан водоворот. Мы рассмотрим чуть более подробно, как такая штука вообще может образоваться. Пусть у нас есть планета масса М1. Экспериментатор подбрасывается к какой-то скорости шарик. Он летает достаточно далеко. Если мы будем увеличивать массу, или что эквивалент, если мы будем как-то сжимать эту планету, но вы понимаете, что физики-теоретики легко могут как и сжать планету, так и увеличить массу. Это для них проблем не составляет. Если мы будем увеличивать массу, то высота падения будет все уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И если мы до некого критического значения ее сожмем, так называемый радиус Шваршильда, то ничего, даже луч света, не сможет убежать с поверхности этой планеты. И что характерно, Шваршильд понял, что время на этой границе останавливается. Он назвал это сферой застывшего времени. Но это вообще не укладывается в голове. Как часто было в теоретической физике, по формулам получалось так, но на практике никто ничего не понял. Понимание прошло позднее. Впоследствии эта сфера называлась даже волшебной сферой. Как это, наверное, выглядело на практике? Представьте себе два космонавта. Один стоит на орбите, около черной дыры, другой отправляется, машет ему ручкой. Космонавт, который стоит далеко, будет видеть второго космонавта, но его движение будет все более замедленнее, замедленнее, замедленнее. И, наконец, он навсегда застрянет на горизонте событий. Время там остановится. Вот такие удивительные вещи. Чтобы понимать, насколько плотным должно быть такое состояние, радиус Варшельда до Солнца составляет 3 километра. То есть Солнце нужно сжать до диаметра 3 километров до радиуса, чтобы оно стало черной дырой. А Землю вообще до радиуса 9 миллиметров. То есть до размера примерно вот этого кубика. Вот так надо сжать Землю, чтобы она стала черной дырой. Это вам, чтобы вы представляете масштабы вообще состояния такого вещества. Так, перейдем к очень такой известной и легкой для восприятия теореме, так называемой теореме об отсутствии волос. Она говорит о том, что для того, чтобы полностью описать черную дыру, нужно взять очень небольшое количество ее характеристик. А именно массу, момент импульса, электрический заряд. Если, я думаю, с массой и зарядом проблемы у вас не возникнет, то о моменте импульса я должен сказать пару слов. Ее можно характеризовать как количество вращательной энергии тела. Скажем, если мы возьмем маленькую или легкую елу, чуть-чуть ее раскрутим, то момент импульса будет маленький. Если мы сделаем елу из свинца, раскрутим ее сильно, то момент импульса у нее будет большой. Это, думаю, интуитивно понять легко. Рассмотрим, например, влияние момента импульса на характеристики черной дыры. Если обычная, не вращающаяся черная дыра, а именно такого рассматривал Карл Шваршильд, состоит всего, можно сказать, из трех, да даже из двух. Это, так называемая, загадочная сингулярность и горизонт событий, точка невозврата. Ну и все имеет некий радиус, радиус Шваршильда, который зависит от массы. Если же дыра вращается изначально, а в физике есть, так называемый, закон о сохранении, один из них говорит, что если какая-то система вращалась, то у нее был какой-то момент импульса, то он будет сохраняться. Так вот, если этот момент импульса сохранился, то у черной дыры возникает очень интересная штука, эргосфера. Она характеризуется тем, что хотя она не является горизонтом событий, попав туда, можно вернуться обратно, но никакое тело не может там покоиться. Оно должно вращаться вместе с черной дырой. Так называемая увлекающаяся, увлекающая область. Вот такие удивительные вещи. Теперь поговорим, собственно, о типах черных дыр. Первый тип, самый, наверное, понятный, это черные дыры звездной массы. Здесь, к ней ваша картинка из астрономического портала, попробую пояснить. Дело в том, что звезды умирают по-разному, и самой важной характеристикой является масса звезд. Если мы возьмем легкие звезды, не более четырех солнечных масс, а в астрофизике все массы измеряют в солнечных массах, это как единица, как метр, сантиметр или секунда, то они эволюционируют, скажем, в белого карлика. Чуть более тяжелые, в нейтронные звезды. Я не буду сейчас углубляться в что это такое, я расскажу, что это очень маленькие плотные объекты, которые или светят очень слабо, или не светят вообще. Нас интересует последняя колонка. Очень тяжелые звезды. Здесь написано с 50 солнечных масс, другие источники считают, что где-то с 20, но это не так важно. Они эволюционируют в черную дыру. То есть они взрываются, сбрасывают в свою оболочку, и образуется черная дыра. Поэтому вы можете не верить тем, кто говорит, что Солнце рано или поздно станет черной дырой поглотить нас. Это все не так. Оно просто через 5 миллиардов метров станет красным гигантом и поглотит Меркурий, Венеру и Землю. Поэтому для дальнейшего развития человечества необходимо экспансировать на других планет и звезд. Перейдем к не менее интересному типу черных дыр, сверхмассивным черным дырам. Они со временем представления находятся в центре почти каждой галактики. Вот, например, наш сосед, галактика Туман и Синдромены. Здесь вы видите снимок в видимом диапазонах, то есть таким, как мы видим, и в так называемом рентгеновском. Буквально пару слов о диапазонах. Наверное, вы знаете, что помимо видимого света существует еще и куча других длин волн, от радиоволн до гамма-излучения, и все это колебания электромагнитного поля. Вам нужно знать лишь то, что чем меньше длина волны, рентгеновская длина волны, существенно меньше, чем у видимого диапазона, тем больше энергии процессов. То есть этот снимок нам говорит о том, а этот снимок говорит нам об очень высокоэнергетичных процессах, происходящих в туманности Андромеды. И считается, что в ее середине находится черная дыра, сверхмассивная. Также хочется сказать об одном очень важном аспекте сверхмассивных черных дыр. Для этого буквально небольшой экскурс вообще в историю развития Вселенной. По современным представлениям, Вселенная появилась примерно 14 миллиардов лет назад. Примерно через миллиард лет появились галактики, они стали развиваться. Так вот, для того, чтобы за такой короткий срок в космологическом масштабе в 13 миллиардов лет, это очень короткий срок, появилась жизнь, должно быть очень большое число сопутствующих обстоятельств. И вот одним из этих сопутствующих обстоятельств являлись сверхмассивные черные дыры. В самом деле, должна сначала сформироваться галактика, потом в ней должны были появиться так называемые звезды первого поколения, которые состояли из водорода и гелия. Но мы состоим не только из водорода и гелия, нам нужны были другие элементы. Эти звезды должны были взорваться. Потом на их останках должны были образоваться звезды второго поколения, содержащие тяжелые элементы. Они должны были образоваться вокруг себя планеты, пригодных для жизни. Это все очень сложно, и мы поговорим об этом в конце лекции. И лишь для этого, после каких-то там сотен миллионов лет стабильности, могла зародиться жизнь. И для того, чтобы все это соединилось с галактикой вместе и могло развиваться, нужно было очень мощный притягивающий элемент гравитационный. И именно таким элементом, по мнению некоторых ученых, выступали сверхмассивные черные дыры. То есть, можно сказать, что тот факт, что мы сейчас с вами находимся в этой лекции, мыслим, дышим и думаем, является заслугой в какой-то мере сверхмассивных черных дыр. Перейдем к другому типу, так называемой первичной черной дыры, которые должны были образоваться сразу, очень скоро после рождения Вселенной. Как образовывались галактики? Изначально при рождении Вселенной существовали участки с разной плотностью, где-то чуть плотнее, где-то чуть менее плотной. И вот эти чуть более плотные участки коллапсировали, соединяются друг с другом и образовывали галактики. Но также ничто не мешало соединиться и коллапсировать черные дыры, образоваться черным дыром. Если мы возьмем большое количество массы, они соединятся друг с другом, то возможно образование черной дыры. Но такие черные дыры пока что не открыты, к сожалению. Но это не говорит о том, что ученые плохо смотрели. Возможно, такие черные дыры исчезли. Да, черные дыры могут исчезать. Как они это делают, мы поговорим в конце лекции. И еще один любопытный тип черных дыр это микроскопические черные дыры или квантовые. теоретически они могут образоваться при столкновении частиц высоких энергий. Как я уже вам говорю, масса это энергия, согласно теории относительности. И если мы очень сильно разгоним частицы, то есть вольем очень большую энергию в очень малый объем, мы получим большую массу в малом объеме и соответственно могут родиться черные дыры. Это у некоторых не очень сознательных людей вызывает чувство близкое к панике. Я, например, сам видел по федеральному каналу сбор подписей против открытия большого дронного коллайдера с такой мотивировкой, что может образоваться черной дырой, которая засосет всю нашу Землю. На самом деле она не сможет образоваться, потому что, во-первых, к сожалению, не хватит энергии, было бы весело посмотреть, безусловно. А во-вторых, она быстро исчезнет. Как она исчезнет, я скажу в конце. Теперь давайте поговорим о том, как можно обнаруживать черную дыру. Ведь физики должны рассматривать более-менее реальные объекты, а не математики. Поэтому для того, чтобы серьезно говорить, исследовать, мы должны быть уверены в том, что они существуют. Хочу сказать несколько общих принципов обнаружения черных дыр. Во-первых, если астрономы видят, что объект какой-то очень тяжелый, объект невидимый, и он в очень малом образе пространства, то они почти уверены в том, что это черная дыра. Давайте рассмотрим поподробнее. Наиболее простой способ обнаружения это взаимодействие с газом и пылью, которая окружает черную дыру. Здесь могут быть три типа, как образование аккреционных дисков, я скажу, что это такое, как резкое изменение яркости окружающего вещества и выбросы вещества, так называемые джеты. Очень интересная штука. Что такое аккреционный диск? Ну, представьте, черная дыра, все-таки пылесос, она засасывает вокруг себя космический газ и пыль, находящийся рядом. Эти газ и пыль частички трутся друг от друга и ярко светятся. Кроме того, если эти частички были заряжены, то они будут излучать физики, если что-то, какой-то заряд движется по окружности, он испускает электромагнитные волны. Ну, как видимый свет, так и рентгеновский диапазон, о котором я вам уже говорил. Также, если рядом с черными дырами находится любое вещество, оно, естественно, резко начинает менять яркость, потому что оно трется друг от друга, светится, взрывается, и, ой, и по этому изменению яркости также можно попытаться детектировать наличие черной дыры. Ну, и самое интересное, на мой взгляд, это выбросы вещества, джеты. Джеты представили собой огромные хвосты из вещества десятки миллионов километров. миллиардов, которые находятся рядом с черными дырами. Предполагается, их полная природа пока что неизвестна, но есть очень сильные подозрения в том, что виноваты магнитные поля. То есть они выполняют роль такого ускорителя только вселенских масштабов. Они разгоняют заряженные частицы вот так вверх и вниз, и все это очень сильно светится. И многие почти уверены, что такие джеты составляют суть квазаров, ярчайших объектов, которые наблюдают с астрономами. То есть еще раз, это самые яркие объекты, которые вообще известны в науке, и они связаны с черными дырами, которые невидимы. А черные дыры, естественно, наблюдать нельзя, на то они и черные, они не светят. Вот художественное исполнение аккредитационного диска. Вот видите, какая-нибудь неудачливая звезда или планетка падает, наполнит черные дыры, при гравитационных силах его разрывает, начинает ярко светиться, засасываться астрономами, наблюдая картинку, и начинает думать, что, возможно, в этом виновата черная дыра. Еще один способ обнаружения черных дыр. Физики должны уметь считать, в том числе, они могут посчитать массу какого-либо объекта по траекториям тел, которые крутятся вокруг него. Вот вы сейчас видите снимки центра нашей галактики в течение нескольких лет. И по этим снимкам удалось рассчитать, что в центре нашей галактики находится черная дыра сверхмассивной массой 4 миллиона солнечных масс, 4 миллиона солнц упакованы друг с другом. Но она находится достаточно далеко, в 26 тысячах световых лет, но тем не менее у нас есть своя черная дыра. Еще что, удивительный факт, который хочется сказать. Если мы рассмотрим, мы не знаем, что находится внутри черной дыры, я сбегаю вперед скажу, но мы можем рассмотреть так называемую среднюю плотность. Возможно, кто-то из вас помнит, что плотность этой массы разделить на объем. И если мы возьмем массу черной дыры, разделим на объем, а объем очень большой, то мы получим плотность меньше плотности воды. То есть, казалось бы, я говорил, что мы землю сжимаем до кумика, и это будет черная дыра. Но если мы возьмем очень массивную черную дыру, то плотность может быть ничтожно малой. И сам эффект черной дыры достигается за счет большого накопления материала, гигантского количества материала. Как еще можно обнаружить черные дыры? Опять небольшой экструс. В астрофизику звезды, на самом деле, редко живут поодиночке. Они тоже нужны компания, это социальные объекты. Они могут существовать как парами, так и группами. Рассмотрим такую вот пару звезд. Одна из них была чуть массивнее, другая менее массивная. Более массивные звезды эволюционируют быстро. Они светят ярко и заканчивают жить тоже быстро. Есть тоже аналогии с людьми хорошие. Так вот, одна звезда заканчивает эволюцию, становится черной дырой по тому механизму, который я рассказывал раньше, и начинает нагло воровать материал у своего соседа и неудачливого. И при этом тоже образуется аккреционный диск, который я вам показывал. Ну, соответственно, вот вы видите модель, двойную систему. Одна из них черная дыра, другая голубой или белый сверхгигант. И, соответственно, снимок из космоса. Вот вы видите сверхгигант, а вот аккреционный диск, который закрывает черную дыру. И не менее интересный способ, это так называемый эффект гравитационного линзирования. Я уже говорю о том, что в общей твероотносительности пространство времени может искривляться. Черная дыра, как очень плотный и тяжелый объект, искривляет пространство времени. И, соответственно, лучи световые, которые у нас двигаются по прямой, там начинают искривляться, двигаться по прямым траекториям. И вот здесь вы можете видеть схему. Сначала звезда спокойно светит со своей обычной яркостью, потом черная дыра нагло пролетает мимо между звездой и наблюдателем и отклоняет некие лучи света в глаз наблюдателю, и яркость звезды увеличивается. Потом, когда черная дыра пролетает дальше, яркость становится все той же. И, соответственно, когда ученые наблюдают такие феномимы, такие явления, они вновь подозревают, что имеют дело с черной дырой. Вот, чтобы не быть голословной, астрономические снимки. Видите, один датирован апрелем 96-го, другой ноябрем того же года. В рамках космоса это вообще доли секунды. Астрономы видят резкий всплеск яркости и начинают считать, что между этими звездами и астрономами прошла черная дыра. Я здесь написал микролинзирование, потому что только один из видов гравитационного линзирования. Есть еще так называемое макролинзирование. Тогда в роли нехороших людей выступают галактики и области темной материи. Темная материя безумно интересная штука, но, к сожалению, рассказ о ней выходит за рамки данной лекции. Теперь к доллажданному исчезновению черных дыр. Теоретически, естественно, оно было открыто Стивеном Хокингом. Я думаю, многие знают, кто это такой. Это самое выдающееся его открытие. Оно также интересно тем, что впервые были проявлены две величайшие теории физические. Квантовая механика и общая теория относительности. Уникальная ситуация заключается в следующем. Квантовая механика описывает мельчайшие объекты, которые могут только существовать, в неразличимой глазу. Но она очень хорошо экспериментально проверена. Все ваши гаджеты базируются на квантовых приборах, которые работают с помощью квантовой механики. С другой стороны, есть общая теория относительности, которая описывает огромнейшие объекты во Вселенной. Черные дыры, галактики, скопления галактики, всю Вселенную. Она тоже великолепно проверена. Но эти теории никак не стыкуются между собой. Как я вам говорил про механику электромагнитизма, никак не стыкуются. Пока что их состыковать не могут. Но определенные выводы из их взаимодействия сделать уже можно. Что Хокинг сделал? Комантовая механика, я очень рад, как вы понимаете, говорит о том, что вакуум, пустое пространство, на самом деле, отнюдь не пусто. В ней могут рождаться и умирать пары частиц. Так называемые пары частицы-античастицы. Могут сразу рождаться и умирать, рождаться и умирать очень быстро. Так вот, если такой акт рождения происходит недалеко от горизонта черной дыры, то одна из пар и эта улетевшая частица или античастица уносит часть энергии черной дыры, а соответственно ее масса. И масса черной дыры уменьшается. Но следует сказать, что она будет уменьшаться очень-очень медленно, невообразимо медленно. Сейчас приведу какой-то пример. И также следует сказать, что если черные дыры испаряются еще медленнее, чем обычные, но это логично, чем тяжелее черная дыра, тем сильнее поле, тем сильнее убежать от этого поля. То помимо своего похудения, черная дыра начинает испаряться быстрее, и в конце концов она взрывается, согласно теории Хокина. Взрыв наимощнейший тысячи водородных бомб от одной микроскопической черной дыры. Это удивительно, на мой взгляд. Но тут я не могу не привести пример. Есть замечательная книжка научно-популярная Адамса и Лафлина «Пять возрастов Вселенной в грубиной физики вечности». Здесь два физика рассмотрели сценарий развития Вселенной, если современные представления верны. И вот предпоследний период развития Вселенной они называют как «эпоху черных дыр». Он, внимание, будет длиться начиная от 10 в 40 степени лет, это единица и 40 нулей. Теперешний возраст Вселенной 13,7 миллиарда лет, это единица и 10 нулей, а тут еще единица и 40. Это очень сложно понять. И они, все эти черные дыры, которые образуются к тому времени, то есть все вещества в галактиках сколлапсируют в черные дыры и будут там находиться, они будут испаряться до 10 в сотой степени лет примерно. Это необразимо много. Ничто мой мозг отказывается это представлять. Это говорит о медленности процесса к испарению в черных дырах. Теперь перейдем к совсем фантазии. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вот испарение черных дыр основано на двух очень хорошо экспериментально проверенных теориях, уж все-таки физике. Теперь перейдем к двум другим видам решений уравнения Штейна, а именно кротовых норах и белых дырах. Кротовый норай – это своеобразный портал в пространстве времени. То есть, это возможность войти в одно место и выйти в другом, которое находится очень далеко от этого места. И на обычной, околосветовой скорости было бы добираться очень долго и практически неосуществимо. Но не все так просто. Для того, чтобы она функционировала, была нужна так называемая экзотическая материя. Материя с отрицательным давлением. Это опять-таки звучит дихая, но я хочу, чтобы по нему помнили слова Леонидовича Ландау. Она как бы разрывает ткань пространства времени, открывает эту воронку и по ней можно двигаться. Никто не знает, существуют они в реальности или нет. Помимо существования этой экзотической материи, которой не открыто, эти черные дыры, эти кротовые норы могут быть вообще нестабильны и сразу схлопываться. Так что на данный момент вопрос о существовании таких кротовых нор и их эксплуатация лежит, к сожалению, за пределами возможностей человечества. Но, кстати, это самый легальный способ отправиться в прошлое. Если такая кротовая нора существует, можно отправиться в прошлое небольшое количество времени, что характерно. Теперь обсудим белые дыры. Это пока что тоже теоретический объект, и он тоже является решением уравнения Эйнштейна. Она интересна тем, что он как бы антипод черной дыры. Если в черную дыру все падает и ничего не может вернуться, то белая дыра, наоборот, она все выбрасывает из себя и ничто не может туда войти. Или такая другая интересная логия. Представьте, что белая дыра это черная дыра, обращенная во времени. То есть представьте, мы физики, теоретики опять-таки легко могут переключить время в обратное направление и представьте, что мы черную дыру запустили обратно, все из нее выходит, выходит и ничего не входит. Получится такая вот белая дыра. При этом белая дыра опять-таки не открыта и существует серьезное возражение в пользу, точнее против существования белых дыр. А именно, они нарушают второй закон термодинамики. Что же это за закон? Если говорить простыми словами, то беспорядок любой системы, предоставленный саму себе, возрастает. Но вы легко можете это экспериментально подтвердить, просто не убираясь в комнату пару месяцев. Другой же интересный пример я приведу вам сейчас. Если я возьму яйцо куриное и разобью вот тарелку. Вы можете видеть, что яйцо разбилось, но законы физики они обратимы относительно времени. Ничто не запрещает этого яйца согласно современным законам физики соединиться обратно. То есть желок уйдет под скорлупу, скорлупа соединиться и будет стоять целое яйцо. Но почему-то никто это не наблюдал. Потому что беспорядок в этом случае будет уменьшаться. Что противоречит второму закону термодинамики. То же самое с белыми дырами. Потому что смотрите, если у нас что-то выбрасывается из какого-то вещества, из какой-то области, то в этой области скоро вообще ничего не будет. То есть установится порядок. Мы точно знаем, что в этой области ничего нет. Степень порядка увеличилась. Это все соображения буквально на пальцах, но я думаю они прольют какой-либо свет на данную ситуацию. И соответственно такая белая дыра нарушает второй закон термодинамики. Но это не значит, что их не бывает. Ну самый животрепещущий вопрос. Что же может быть внутри черной дыры? На самом деле физики должны отвечать так. Физика экспериментальная наука, и чтобы что-то точно увидеть или понять, мы должны это посмотреть. В том числе именно на внутренность черной дыры. И для того, чтобы точно ответить на вопрос, мы должны совершить путешествие внутрь. Но я не буду описывать те веселые события, которые могут произойти с такими смельчаками. Крови у нас сегодня будет еще достаточно. Поэтому я просто скажу, что по современным представлениям и согласно общей теории относительности в центре черной дыры находится сингулярность. Но многие физики боятся, не любят эту штуку, потому что она говорит о том, что материя находится в состоянии с бесконечной плотностью, она разрывает ткань пространство во время. На протяжении изучения окружающего мира люди были уверены, что бесконечности в природе нет, что не может быть состояния с бесконечной плотностью, есть какой-то предел. Но современная общая теория относительности не может это объяснить. Есть и другие более экзотичные теории, скажем, это портал в другие места Вселенной. Вот, например, интересная теоретическая конструкция Кротова-НР, вам уже знакома, не менее знакома белая и черная дыра, то есть это дорога с односторонним движением, что-то падает в черную дыру, проходит по Кротову-НРе и вылезает из белой. Как труба водопроводится, только все будет течь в одну сторону. И еще более интересная штука, черная дыра это портал в другие Вселенные. Тут я вынужден рассказать про так называемый антропный принцип. Дело в том, что представьте такую ситуацию, мы можем поиграть в создателя Вселенной. У нас есть, мы можем задать любые физические законы, любые параметры, массы частиц и так далее, но со условием. Все эти параметры должны быть подогнаны заранее, и наша цель создать более-менее интересную разумную жизнь. Так вот, для того, чтобы эта жизнь образовалась, необходима очень точная подгонка этих параметров. Буквально они должны быть один в один такие, как в нашей Вселенной. Если мы чуть-чуть поменяем массу протона к электрону, увеличим, или чуть-чуть гравитационную постоянную электромагнитную, все, разумной жизни не будет. Или черные дыры сплошные, или сплошная Вселенная из водорода. А водорода недостаточно, чтобы образовать какую-либо разумную жизнь. И ученые не могут понять, почему они так подогнаны. Так вот, одна из теорий, правда, ее не считают научные, гласит о том, что Вселенных бесконечно много, мы живем просто такой Вселенной, в которой возможна жизнь. То есть, если бы в нашей Вселенной была бы невозможная жизнь, в нашей вообще не было. Но некоторые это наукой не считают. Тем не менее, можно попытаться ответить и на эти вопросы. Для этого нужно скрестить общую теорию относительности к квантовому механику, что на данный момент не сделано. Если это удастся сделать, то, скорее всего, это будет окончательной физической теорией, таким своеобразным святым граалем теоретической физики. Есть надежда на то, что сделать так называемую теорию струн. Очень интересная теория, но для того, чтобы даже в двух словах рассказать о ней, нужна отдельная лекция. Она гласит о том, что пространство, и состоит из очень тонких колебующихся струнок. Этими струнками можно заштопать вот эту вот дырку сингулярности, вы понимаете, это очень условное описание. И в теории струн есть механизм возникновения большого числа Вселенной. По современному представлению может возникнуть 10 в 500 степени различных Вселенной, практически бесконечность. В том числе, возможно, будет пара-тройка Вселенных, похожие на нашу. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok